Сегодня выпала честь мне проповедовать. Я с утра немного шутил, что пастора Геннадия с Натальей нет. Пастора Андрея тоже нет. Поэтому сегодня такой день самоуправления. И, знаете, некоторые из вас знают о том, что мне периодически снятся такие мрачные сны, воинственные. И я иногда задумываюсь, но почему вот именно такие сны мне прям запоминаются? Что именно на такие сны мне приходят какие-то истолкования. А вот сны, где я бегаю по зеленому лугу, с цветочками. Светит солнышко. Там поляна накрыта, шашлыки и прочее. Такое не снится, либо я этого не запоминаю. И вот я задумываюсь. Либо это потому, что я такой воин Божий. Может быть, потому что я слишком много читаю книгу Откровения и Пророка Даниила. Это одни из самых моих любимых книг. И знаете, они меня как-то сразу впечатлили. И вот когда я начал читать Библию, вот они как-то больше всего у меня в голове закрепили. И те веднага ме впечатлиха, понеже когато за първи път четох Библията, те сякаш са се закрепили в мой мозък. Все вот эти снятия печати, всадники, звери из-под земли, воды. Всички тези примахвания на печати, всадници, различни други неща. Прямо очень нравится входить в изучение, в углубление этого. И много ми харесва да влизам в дълбоко изучаване на това. И знаете, когда я только-только начинал читать и изучать Откровения, само започвах да чета Откровението, да го изучавам. Одно из самых больших мест, которое менял, зацепило, Это было место, где говорится о пришествии лжепророка. Давайте откроем первое место на сегодня. Откровение, 13 глава, с 11 по 18 стих. И увидел я другого зверя, восходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агничим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. И творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Знаете, я когда первый раз прочитал, особенно последнее про число 666, я почему-то начал его практически везде видеть, и начал бояться, что это послание. И, знаете, вот, читая это, видя, что пришедший лжепророк и прочитайки това и гледайки идването на лжепророк, будет обольщать людей, я боялся как бы не попасть в эту ловушку, ведь он будет являть те же самые знамения, те же самые чудеса, подобные Христу. И я вот боялся, а как, вот, как разпознать, что это от Бога, а это нет? И я до сих пор изучаю этот вопрос. И все още го изучавам този вопрос. И в последнее время мне все лучше и все больше начало открываться. И в последнее время все по-вече и все по-добре започне да ми се открива това. Да, людей из мира, которые не верят в Бога, да, хората от света, които не вярват в Бог, их целом не так-то сложно прелестить, обмануть на лжепророка. Мы в целом видим, как это происходит сейчас в мире. Какие ценности навязываются людям. Вот это мнимое чувство свободы, которое с каждым годом потихоньку переходит в анархию. Но говорится, что и верующих людей он так же. Поведет за собой. И вот у меня стал вопрос. Явился ли этот лжепророк? Есть ли он сейчас среди нас? Дали този лжепророк вече е тук? Дали се е явил? И изучая этот вопрос, я наткнулся на одно такое интересное движение. Оно зародилось несколько десятков лет назад. Наверняка многие из вас слышали. Его называют Евангелием процветания. Казват за него Евангелието на процветание. Что самое интересное на Западе это было в 80-е и 90-е. Което е интересно то, че на Запад това е било през 80-те години. А при нас само през последните години забелязах, че се вдига. Кто не знает, расскажу короткую суть этого Евангелие процветания. Което не знае, ще кажа кратка същност на това Евангелието на процветанието. Зачастую проповедники, носящие это Евангелие. Често проповедниците, които носят това Евангелие. Да, они говорят, что Евангелие, которое написано, все это есть, любовь, возлюбие ближнего и так далее, это все, да. Те казват за Евангелието, че са написани, да носиш любовта към ближния си и за любовта като цяло, всичко това е правилно. Но еще они большой ставят упор на финансово процветание. Но имат и... Отбелязват и за финансовото процветяване. О том, что человек создан для больших денег. За това, че человек е създаден за големи пари. Жить в роскоши. Да живее в роскош. И тому подобные вещи. И така нататък. Да, в деньгах они очень важны в наше время. Да, парите са много важни в наше время. Говорится о том, что за все платит серебро. И се казва, че всичко се плаща с сребро. Но наблюдая действительно за проповедниками, за людьми, которые носят это Евангелие, у них деньги стали на первое место. С чего я это взял, спросите вы. Знаете, когда проповедник со сцены, причем там еще многотысячная сцена, многотысячное количество людей. Нали знаете, когато проповедник излиза на голяма сцена, където има хиляди хора. Говорит о том, что те, кто пожертвует больше тысячи доларов. Говори за това, че тези, които ще жертват повече от хиляда долара. Будут куда больше благословлены. Ще бъдат много повече благословени. Или же я видел проповедника с постсоветского пространства. Видях и проповедник от постсоветското пространство. Который, ну, видя прямой эфир. Който обводяйки эфир в Инстаграм. Говоря, что те, кто пожертвует ему больше тысячи доларов. Говоряйки, че тези, които ще му жертват повече от хиляда долара. За его нужды он будет молиться с большим помазанием. За неговите нужды ще се моли с по-голямото помазание. Или в целом просто с помазанием. Или като цяло просто с помазание. И у меня вот стал вопрос, жалко я не видел этого эфира. И имам въпрос такъв. И много е жалко, че аз не видях този эфир. А если б я пожертвовал 999 доларов? Ако жертвах 999 долара? Он бы за меня помолился без помазания. За мен чтеш да се помоли без помазания. И знаете, наблюдая это все. И наблюдавайки всичко това. Я думаю, ну это же очевидно. Аз мисля, ими това е очевидно. Но они събирают действительно много тысячную публику. Но те събират много тысячную публику. Люди приносят действительно свои деньги. Кто-то последние, кто-то... Нет, но все равно большие сумы. Хората се носят парите, може би и последните пари. Или не, но като цяло са големи суми. И они искренно верят в это. И искренно верят в това. И знаете, вот меня тоже удивил момент, как люди идут за этими, идут за этими людьми. И ме очуди момента, където хората наистина вървят след тях. Когато проповедник говорил, что он не летает коммерческими обычными рейсами. Потому что это труба с бесами. Поэтому он себе купил свой частный самолет. И он это заявляет весьма открыто. И действительно я видел это со сцены. Он оправдывал это. И люди этому аплодировали. Несколько тысяч человек. Няколко хиляди души. Я смотрел на это. И аз гу гледах това. Думаю, окей. Мисля, добре. Да, без спорове. Мы не должны уходить в какую-то аскезу. Ни не трябва да отримаме в аскеза. Отказываться от всего. Да се отречиме от всичко. Не ходить на работу. Да не ходим на работа. Собирать вещи и уходить в лес там, в пещера и так далее. Да собираме своите неща, да заминаваме в гори, в пещери. Но знаете, что я заметил? Но знаете ли какво забелязах? Что люди, че хората, привыкшие к роскоши, които са свикнали с роскош, когато идва някакъв проблем, някакви неприятности и тази роскош им се взима, много им е трудно да се адаптират в този свят. А Исус говорил. Учитесь жить и в бедности и в богатство. Но я действительно замечаю. Но аз наистина забелязвам. Как люди достигшие успеха. Как хората който достигнали успеха. И это весьма логично, улучшать свою жизнь, сделать ее проще, делать ее более легче. И това е логично, да подобряваш свое живот, да го правяш малко по лесен, това е логично. Добавляя определенную роскошь. Когато идват някакви кризиси или проблеми. Материалните неща не са вечни. Любой бизнес он не вечен. Любая работа она не вечна. Тебе сегодня кажется, что у тебя есть деньги в банке. А завтра люди управляющие банка делают так, что они банкроти твои деньги. Утре хората в банката правят, че са банкроти, и твоите пари заминават. Бизнес прекращается. Бизнеса спира. Работы увольняют. От работата уволняват. И приходит момент, что ты расслабился, и не знаешь, что делать. И если действительно такой перегиб случился, и материальные вещи стали где-то важнее самого Бога, то когда это случается, очень трудно перестроиться и очень трудно что-то восстановить и вернуть. И вот в этом есть определенный обман, который Лжи Пророк навязывает. И в това има някоя часть от лажата, която Лжи Пророка ни казва, что зачастую люди привыкают, че честно хората свикват к благам, и когда у них это забирают, в большинстве случаев люди затаивают обиду на Бога, что это Он у них отобрал, это у них забрали, Он их начал меньше любить, Он их наказывает, и поэтому у человека есть пелена перед глазами, которая не позволяет ему действительно услышать, что ему говорит Бог, как выйти из той или иной ситуации, давайте откроем Евангелие от Матфея, все знают это место, шестая глава, двадцать четвертый стих, Никто не может служить двум господам, и либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а у другом не родить, не можете служить Богу и мамоне, очень много и часто говорится в церквях вот как раз таки о служении и Богу и мамоне, и вот как раз таки я об этом и говорил, что невозможно служить и тем и тем, и когда действительно служение мамон, мне кажется, становится первым, и зачастую человек не замечает этого, потому что эта ложь настолько сладка, что человек этого не замечает, знаете, мне понравилось, я на этой неделе слышал одну фразу, почему нашей плоти так сладок грех, потому что наша плоти не наследует вечности, и она остается здесь на земле, и вот как раз таки вот плоть получая вот эту сладкую пилюлю, и когато плот получава тази сладка... таблетка... таблетка... не помню... хапче, да, сладко хапче. Наша голова не способна это разпознать. Нашата голова не е способна да го разпознае. Потому что все идет постепенно, постепенно. Понеже всичко върви постепенно, постепенно. И человек к этому привыкает. И човек свиква с това. И наш дух расслабляется. И нашия дух се отпуска. Наше тело расслабляется. Нашто тяло се отпуска. Мы таки, у нас все хорошо. И казваме, при нас всичко е добре. А потом когда бабах! А когато изведнъж така бабах! И приходит паника, разсеяност. Идва паника и разсеяност. И вы не знаете, что делать. И кого слушать, кому доверять. Вы можете сказать. Окей, с этим Евангелием процветание, с этим все понятно, это все видно. Окей, с Евангелието на процветяването, всичко се вижда. Мы здесь подкованы. Тук всички сме научени. Этим нас не прельстить. Не може да не излъжите с това. Но я вам скажу так, что лъжи пророк. Но я ще ви кажа така. Лъжи пророк. Будет действовать куда изкуснее. Ще действа много по-изкусно. Куда хитрее. Много по-хитро. И куда более скритнее. И много по-скрито. И знаете, мне как кажется, он уже действует. И имам чувство, че вече действа. Кто мне скажет, в чем суть Евангелие? Кой ще ми каже в кое е всъщността на Евангелието? В чем основа, чему учит Бог от больше всего? В кое е основата, на какво Бог не учи най-вече? Лично мне кажется, что основа всего – это любовь. Лично аз мисля, че основата на всичко е любовта. Есть очень много мест. Все мы знаем Евангелие от Иоанна 3.16. Всички знаем место Евангелието от Иоанна 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Так перевод есть, если что. Чтобы каждый из верующих не погиб, но имел жизнь вечную. В Матвея говорится о том, что возлюбите Бога всем сердцем, всем разлюмением. Это первая пропа. Второе – то, что мы возлюбите ближнего своего как самого себя. А что мы видим сейчас? А какво виждаме сега? Окей. Вот мы вот этой малой группой друг к другу проявляем любовь. Заботу, внимание, общение. Но возьмем в массовом. Что мы видим? Какво виждаме? Споры. Спорове. Распри. Конфликты. Конфликти. Недовольства. Недовольства. Ай-яй-яй, ты вот так вот подступаешь, ты такой нехороший. И знаете, с каждым годом, все больше и больше в церквях замечаю какую-то отдаленность людей друг от друга. Как люди потихоньку начинают отучаться дружить. Отучаются, общаться. Разучаются и общаются. Вот есть я. Моя жена или муж. Моя супруг или супруга. Дети. Родители. Родители. Братья-сестры. Родные. Родни. И все. Роднини. Все остальные. Люди, которых я вижу по воскресеньям. Хората, които ги виждам в неделя. Но может быть еще на молитвените. Може би понякога на молитвените. И знаете, это очень сильно огорчает. И това много е тъжно. Когато вот эта любовь. Когато тази любовь. Которая изливает на каждого из нас Бог. Която се излива върху всеки един от нас от Бог. Мы не можем поделиться ее с ближним своим. Ни не можем да я споделим с близкия ни. И знаете, это намного хитрее и намного более незаметно. И това е много по хитро и много по незабелязвано. Чем приверженность человека к деньгам, роскоши и богатство. Отколкото привързаността на хората към парите или богатството. Потому что это все начинается настолько постепенно. Защото всичко това започва толкова постепенно. Люди начинают отдаляться друг от друга. Хората започват да се отдалечават един от друг. Очень редко общатся. Много редко да се общуват. Здороватся. Да се издрависват. Пересекатся вне църкви. Да се пресичат извън църквата. Вся их поддержка. Цялата им подкрепа. Когато у когото трудности. Когато някой има трудности. Потихоньку переходит только. Ну ты держись. Я за тебя может быть помолюсь. Става само. Ими дръж се. Аз може би ще се помоля за теб. Не, не, не. Человек говорит. Я за тебя помолюсь. Не, не. Человека казва. Аз ще се помоля за теб. Но потом домашние дела работа. Но после домашните дела работа. Как-то забывают. Отталкивают эту мысль. И забравят. Отблъскват тази мисъл. И это печально. И това е много точно. Знаете, вот я очень благодарен Богу. Аз съм много благодарен на Бог. За то, что пастор Андрей несколько лет назад начал домашки. За то, че пастор Андрей преди няколко години започнал домашните събирания. Потому, что действительно это настолько классная вещь. Понеже действительно това е много ярко нещо. Настолько сближает. Настолько действительно дает нам, чтобы раскрыться. Давани място да се раскрываме. Поделиться своими проблемами, переживаниями. Да споделим проблемите си и переживявания. И когда даже достаточно выговориться. И понякога е достатъчно само да кажеш. И это очень облегчает твое внутреннее состояние. И това облегчава вътрешното ти състояние. Потому, что когда вот човек начинает закрываться. Понеже човека, когато започва да се затваря. Ой, зачем мне эти людишки. За какво сами тези хора. У меня есть Бог. Имам Бог. Я каждый день с Ним общаюсь. Он меня насыщает. Он меня наполняет. Той меня наполняет. Зачем мне люди. За какво сами хората. Они все плохие, грешные. Те са лоши, грешни. Они будут меня пачкать. А я вот хочу действительно максимально к Богу. А с искам максимально к Богу. И знаете, зачастую человек начинает выстраивать вертикальные взаимоотношения. И често човека започва да строи вертикални взаимоотношения. Он и Бог. Той и Бог. Но вот горизонтальные. Но горизонталните. Рушатся. Се разрушават. И каква любов може отнести тази човек. И каква любов може да носи този човек. Он будет напълняться, да естественно от общения с Богом, молитви с Богом. Той ще се напълнява от общуването с Бог, от молитвите с Бог. Но когда он этим не делится. Но когато не го споделя. Духовно он будет толстеть. Духовно ще тластее. И потом станет такой вот огромный духовный человек. И после ще станет толкова огромен духовен человек. С очень большим самоправедностью. С много голяма самоправедност. И что он вот такой весь себя добрый, хороший. И че той е толкова добър и приятен. И вокруг все такие вот нехорошие. И навсякъде са тези немного приятни. Грешники. Грешници. И он будет пытаться даже может быть евангелизировать. И той, может быть, ще се опитва да евангелизира. Но зачастую это будет похоже, когда незнакомому человеку ты должен покаяться, а то ты умрешь. Но често ще прилича на това, когато гледаш непознат човек и ему казваш, ти трябва да се покаешь, ще умрешь. Человек будет смотреть и говорить, ну это и есть твоя вера? Человека ще гледа и ще пита, еми това ли е твоя вера? Где любовь в этой вере? Къде е любовта в тази вера? Знаете, вот ковид очень сильно по этому ударил. По разделению, отдалению. По времето, но ковид много се и видяло това разблъсквание. Но наши молодежные домашки как раз таки в ковид и зарождались. Но наши молодежки събирания започнаха да се раждат точно по време на ковид. И это был такой действительно глоток свежего воздуха. И това беше като глотка свеж воздух. Потому что, ну, вы все помните, это не так давно было. Понеже всички се сещате за това не беше толкова удавна. Все закрили. Всичко затвориха. У половина людей работы нет, что ее закрили. Половин хора нямат работа, понеже затвориха местата. Отовсюду только плохие новости. Навсякъде чувате само лоши новини. И всех отдаляют маски. Нельзя здороваться. Рукопожатие отмена. Събираться больше двух нельзя. И всички се отдалечават. Трябва да носите маски. Да не се здрависвате. Повече от двама да не се събирате. Везде паника. Навсякъде паника. И человеку легко в этом всем действительно подсесть и очень сильно запаниковать. И във всичко това на човека му е много лесно да започне да паникосва. И очень много людей отдалились в этот момент. И много хора се отдалечиха под това време. Очень много разводов было в этот момент. Много развеждания започнаха по това време. А для нас это действительно вот молодежка там в этот момент домашки стала как глоток воздуха. А за нас младежките домашните събирания бяха като глотка свеж воздуха. Ще мы собирались, общались. Понеже се събирахме и съобщувахме. Делились своими проблемами, переживаниями. Споделяхме и нашите проблеми и переживяванията. И это очень сильно помогло нам. И това много сильно не помогло. И знаете и сейчас вот благодаря этому там пошел рост, есть рост, много людей. И сега благодарение на това има рост, идват много хора. И знаете приходят люди, делятся своими проблемами, переживаниями. Идват хората, споделят своите проблеми, переживявания. Все выслушивают, поддерживают. Всички слушат и подкрепят. Потом говорят свои молитвени нужди. И после казват своите молитвени нужди. И у нас было очень часто, и при нас много често, когда человек делился молитвенными нуждами, когато човек е споделял молитвени нужди при нас, и мы не начинали молиться и сразу говорят, ой, я знаю, я могу тебе с этим помочь, с этим помочь, с этим помочь. И было видно, как у человека глаза наполняются радостью. Наполняются прямо такой любовью, что о нем позаботятся, его проблему решат. И это общение действительно двигатель вот этой любви. И това общение, това и двигатель на любовта. Дальше. Нататък. Из-за ковида. От ковид. Ну и в целом, так идёт сейчас нынешняя политика мира. И така и върви политиката на света. Люди начинают потихоньку разучатся дружить. Хората започват да се разучават как да приятелствуват. Начинают больше все мне, все мое. Започват все повече да казват всичко е за мен, всичко е мое. Я уже говорил, есть я и моя семья. Казват, казвал сам вече, има аз и моето семейство. И отношения с Богом. И отношения с Бог. Знаете, мне понравилось тоже пару недели назад слышал одну фразу. Харей сами, преди няколко седмици съм чул един израз. Вот как раз таки вот с этим немножко связано с вертикальными, горизонтальными взаимоотношениями. А малко свързано с вертикални и горизонтальни взаимоотношения. Что зачастую люди идут снизу и вверх к Божественному. Че хората често идват отдолу нагоре към Божественото. И те, кто успел прихватиться. И тези, които успяхат да се задържат. Они получили вот эту Божествену любовь, откровение. Те са получили тази Божествена любовь, откровение. Поддержку, помощ в жизни. Подкрепа, помощта в живота. Но куда правильнее. Но много по-правилно е. Снизу, сверху вниз идти. Отгоре надолу да вървиш. Когато ти достигаш Божественото и Бога. И ти на этом не останавливаешься, а идеш вниз в это все распространять. И ти не се задържаш там, ти отиваш надолу всичко това да распространяваш. Но когда эти горизонтальные линии взаимоотношения порушены. Но когато тези горизонтальные взаимоотношения за разрушение. Как мы можем оттуда спускаться? Как можем оттам да се спусками? И знаете, вот мне разговаривалось с одним пастором. Я сам разговаривался с одним пастором. И мне очень понравилось его слова. Что зачастую человек, который говорит, что он всем сердцем любит Бога. Но при этом к своим ближним он равнодушен. То это человек лукавит. Потому что как ты можешь всем сердцем любить Бога? Но при этом игнорировать его там одно из главнейших заповедей любить ближнего своего. Но при това да игнорираш най-главната му заповед да обичаш близкия си. Любить его творение. Да обичаш некото творение. Он либо лукавит. Или лъже. Либо обманывает сам себя. Или лъжи себе си. Что лично мне иногда, знаете, кажется, что вот обманывать самого себя это прям намного страшнее, чем обманывать кого-то. Потому что, к сожалению, когда ты обманываешь сам себя. Ты заганяешь себя в настолько глубокую яму заблуждения. Что из нее очень тяжело выбраться. Че от нее много трудно да излезешь. Потом, что еще видно среди верующих людей? После, какво още се вижда среди верующих людей? Кто более правильно прославляет Бога? Кто более правильно проповедует? У кого правильнее служение? На кой му е по-правилно служение? Кто правильнее одевается? Кой по-правилно се облича? Если ты как-то все не так делаешь. Ако всичко не така правиш. То ты не поистине это делаешь. Значи не поистина то го правиш. И это очень сильно огорчает. И това много, много натажава. Потому что это отталкивает большое количество людей. Когда ты говоришь человеку, но ты вначале очистись. А потом к нам приходи. А как он может очиститься? Мы все как раз таки очищаемся в церкви. Ние всички се причистваме в церквата. Когато християни между собой ругаются. Когато християни помежду си се карат. Кто главнее, кого правильнее католики, православни, протестанти. Кой по-правилно прави католици, православни, протестанти. Причем еще ладно эти споры. Добре, айди тези спорове. Когато люди из одной конфессии разных динаминаций спорят. А когато хората от една конфессия в различные динаминации имат спорове. У кого правильнее. При кого е по-правилно. Пятидесятники, баптисти, харизмати. Пятидесятники, баптисти, харизмати. Вот, что мешает нам дружить? Какво они пречат да приятелствоваме? Что мешает нам общаться? Какво они пречат да се общуваме? Особенно вот спрашиваю наших телезрителей, ютуба зрителей. Особенно питам тези, които ни гледат по телевизии, в ютуб. Знаете, меня очень сильно огорчает. Много ме натажава. Коментарии, которые я вижу в ютубе. Коментарии, которые я вижу в ютубе. Когда говорят, как сестра может ходить в штанах. Или, кто дал девушке проповедовать. Что за церковь такая под каблучников? Каква тази церковь на неможи? Знаете, я вот хочу сказать тем, кто смотрит на нас. И пишут подобного рода комментарии. И пишут подобен сорт комментарии. Ребята, познайте истинную любовь Христа. От того, что Даша вышла в штанах, она из этого не попадет в ад. Нет нигде написано, в штанах придешь, в ад попадешь. Никогда и не пишет, че като дойдешь по панталону в ад, что ты попаднешь. Нет такого. Няма такого места. Да, 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 вот. Тоже поверни, скажи, ютуба зрителям. Да, не говори, че по време на Христос можете завървали по окле. И знаете, вот видя все это. И виждайки всичко това, тебе становится одновременно и смешно, но и больно. Потому что жалко от людей, но еще больше жалко людей, которые не познали Бога. Но още по-жалко ме е за тези, които не са познали Бог. Потому что видя такой пример, они не захотят идти к такому Богу. Те няма да искат да вървят при този Бог. Потому что, ну в этом нет любви. Понеже в това няма любов. И знаете, вот беря пример Христа и Его учеников. И взимайки пример на Христос и Неговите ученици. Я вот задавался вопросом. А почему Его ученики в Него так сильно поверили? А защо Неговите ученици толкова много са повярвали в Него? Ведь очень большое количество людей видели чудеса. Понеже голямо количество от хора са виждали чудеса. Возьмем пример, когда имея две рыбки и пяти хлебов. Да взимем пример, когда имея две рыбы и пяти хлебове. Иисус с учениками накормили более пяти тысяч человек. Иисус с учениците са нахранили повече от пяти тысяч души. Сейчас кто-то в комментариях поспорит со мной. Написано там было пяти тысяч. Но если прочитать, кроме детей и женщин. Они же видели это чудо. Но при этом не последовали за Ним так, как Его ученики. И знаете, лично мне кажется, я с таким убеждением живу. Что ученики за Ним пошли и были готовы за Него умереть и привносить Евангелие. Потому что они вместе общались, жили, ели. Они были друзьями, братьями. Вот такими действительно реальными. Они видели Его пример. И они, получается, имели как горизонтальное, так и вертикальное построение отношений. И те са имали и хоризонтално, и вертикално построяване на взаимоотношенията. И за това им е било полезно. Он для них не был просто человеком, который делает какие-то чудеса. За тях не е бил само човек, който прави някакви чудеса. Он действительно был для них очень близок. Той действительно за тях и бил много близок. Вот и так, когда мы сближаемся с людьми. И така и при нас, когато се сближаваме с хората. Они все чаще видят наш определенный быт. Те все по-често започват да виждат наш определен быт. Мы с ними общаемся, мы с ними видимся. С тях се общуваме, с тях се виждаме. Ужинаем вместе, обедаем. Вечерями и обядваме заедно. И это действительно все больше и больше подталкивает людей к Богу, к получению вот этой любви. И това действительно сякаш подсиква хората да се доближават до Бог. Знаете, сейчас, ну, с последними годами людей все больше жажда появляется по Богу, по чему-то божественному. Но по большому счету она не столь велика, чтобы человек впитывал каждое твое слово. Но тя не е долго голяма, че човека да взима всякая твоя дума. Потому что очень на малое количество людей, понеже върху малко количество от хора, повлияет фраза, ну, в первую, когда вы только встречаетесь. Возлюби ближнего своего. Возлюби ближняя си. Бог умер за тебя. Бог е загинал за теб. Он отдал свою жизнь за тебя. Далай своя живот за теб. Приди в церковь, а то ты умрешь и весь твой дом умрет. Или ще загинешь и целата ти къща ще загине. Но човек скажет какой-то ненормальный и уйдет. Човека ще каже ими някакъв ненормален и ще замине. Потому что в этом нет любви. Понеже в това няма любов. Но и он не понимает этого. Но и той не го разбира това. Его сердце закрыто. Неговото сердце е затворено. А когда вниманием, заботой, общением. А когда с вниманието, с грижата, с общуването. Едой. Храната. Ты касаешься человека. Ти докосваш человека. Его сердце каменное. И неговото каменное сердце. Дает небольшие трещинки. Започва така с малки цепнини. А Богу достаточно вот этой вот маленькой трещины. А на Бог му е достаточно самого малка цепнина. Чтобы войти в человека. Че да влезе в человека. И он понял всю его любовь. И той да разбере цялата му любовь. Знаете, что еще больше меня разочаровывает в церквях. Когда у людей есть какое-то внутреннее соревнование. Кто больше сделал для Бога. Кто больше сделал, привел людей. Кто лучше поет, играет, танцует, проповедует. Кой по-добре свири, пее, танцува, проповядва. Готовит, убирает. Готови или почиства. Знаете, эти соревнования видны в каждой сфере церковной деятельности. Тези състезания се виждат в всяка сфера в церквата. И люди състезаются между собой. И хората се състезават помежду си. Но мы не на соревнованиях. Нам в конце не дадут золотую медаль. Но ни не сме на състезания и накрая няма да ни дадат златен медал. Няма да кажат, вот ты молодец, а он не молодец. Няма да кажат, еми ти, браво на теб, а на този не. И знаете, когато видна это соревнование, зачастую сам результат храмает. Потому что если у человека чуть-чуть лучше, чем у другого, это его радует и расслабляет. И он упускает реально очень много возможностей. А когда люди действуют вместе, как единое тело Христово, они достигают куда больших результатов. Потому что представьте, что тело Христово, кто-то левая нога, кто-то правая нога, и они расходятся в разные стороны. Но они же никуда не сдвинутся. Они упадут и все. Поэтому вот это соревнование в церкви между верующими людьми, его надо тоже исключить. Потому что это действительно тоже не проявление любви. Проявление своего эго? Да. И это очень огорчает наше время. И ситуации, происходящие в мире, все больше и больше подталкивают к процветанию, к развитию этого. И если мы не задумываемся об этом, не анализируем, то мы потихоньку действительно идем на крючок лжепророка. Давайте вернемся к откровению. Мы уже сегодня читали, я просто хочу сделать упор на тринадцатая глава и тринадцатый стих. И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Знаете, вот лично я нахожусь в таком убеждении, что уже Пророк еще не перешел в свою вот эту полную силу, полное действие. И, с одной стороны, это немного, знаете, лично меня как, не то чтобы пугает, но так настораживает. И вот одна страна това, мы... Замислимся вверх това. Что если вот это вот все происходит среди людей, че всичко това, ако се случва сред хората, и это лишь малая часть цветочки, то, что нас ждет в будущем. И вот в тринадцатой главе, в тринадцатом стихе написано, что он также снизводит огонь с неба на землю. Все мы знаем, как Дух Святой явился на эту землю, в образе огня. Всички знаем, как Святия Дух е слязал на тази земля, в образ на огонь. И поскольку говорится, что лжепророк будет делать вещи подобные Христу, Иисус вошел в такую полную свою силу и полное свое царствование после схождения Духа Святого, то есть после огня. Так же и лжепророк войдет в полную свою силу, когда вот сделает вот это вот. Когато ще направит това. Снизойдет огонь. Ще излезе огън. И творятся, будут велики знамения, мы все это читаем. И ще се творят велики знамения, всичко това читаем. И нам надо быть готовыми. И ние трябва да сме готови. И желательно быть готовыми от сейчас. И желателно да сме готови вече сега. А глядитесь вокруг вас. Погляднете около себе си. Есть ли у вас друзья? Дали имате приятели? Есть ли у вас общение? Имате ли общование? Если нет? Ако не. Задумайтесь почему. Замислете се за что? Посмотрите, с какими вы отношениями с людьми, с вашими братьями и сестрами во Христе. Погляднете, какви взаимоотношения имате с братья и сестры во Христос. Общаетесь ли вы, приглашаете друг друга в гости? Общувате ли се, канете ли един друг в къщи? Проанализируйте метод вашего общения, как вы общаетесь. Анализирайте метода на общуването ви, как се общувате. Есть ли у вас поддержка, сострадание? Имате ли и ви подкрепа и застраданието в вас? Можете ли вы дружить? Можете ли да сте приятели? Я говорю домашки, это маст хев просто по тренировке всему этому. Казвам, че домашните събирания са задължителни за тренироването на това. Потому что это очень хорошо тренируют. И вот знаете, мы первое время, когда начинали, собирались чисто верующими. И это круто. Потому что если мы не можем нормально взаимодействовать между собой, то как мы будем взаимодействовать с окружающим нас миром? Дальше, также оглянитесь вокруг вас. Если среди ваших знакомых друзей люди, которые еще не познали Бога, и нуждаются в какой-то поддержке, помощи, у которых есть какая-то проблема. Знаете, в последнее время очень сильно удивился, как вокруг меня очень много знакомых, которые настолько в большой нужде, мы не берем финансовые, материальные. Они, как правило, все даже больше моего зарабатывали. Не взимаме финансовые проблемы, като цяло те изкарват повече от меня. А именно нужда вот этой любви, в общении. Тази нужда в любовта и в това общуване. И как они, только проявив к ним внимание, заботу, и как те само, грижайки се за тях и проявявайки тази любов и внимание, они не хотят отходить. Те не искат да напускат. И я себя вот, это было для меня такое обличение, что я как-то стремился что-то организовывать, лагеря, поездки, походы, игры, кидать туда-сюда рекламу, но при этом я не видел людей рядом со мной, что можно было еще больше людей проявить, еще больше людей позвать. Чуть не сказал заманить. Я не знаю, как это произвести. И знаете, это вот действительно подтолкнет ваш дух бодрствовать. Потому что мы общаемся. Мы вместе вот изучаем Библию. Заедно изучаваме Библията. И мы общаемся, каждый делит со своими пониманиями. И иногда нам так, о, а ты вот брат или сестра, действительно такую вещь сказал, для меня это откровение, я запомню. И понякога казват, брат или сестра, ты толкова добре си сказал, това за меня и откровение, аз ще си го запомня. Знаете, мне очень нравятся вот библейки, которые СНР проводят. Много ми харесват библейските събирания, които СНР провежда. Но настолько мощное помазание в этом, что я для себя очень много нового открываю. И интересного. И вот это как раз таки общение. И за това, това и общуване. Что у нас есть вот это вот горизонтальный уровень взаимоотношений и общений. И когда у нас есть и горизонтально и вертикально. И когда наши действия идут сверху вниз, божественные. И когда наши действия вървят от долу на горе с божественное то, то я уже говорил, наш дух бодрствует. И аз съм казвал, и нашия дух бодрствова. Лже Пророку все сложнее нас обмануть. И мы действительно вот эту любовь распространяем. И наистина распространяваме тази любов. И через нас могут спастись куда больше людей. И знаете, вот я вам скажу, давайте научимся дружить. Да се научим да приятелствоваме. Потому что научившись дружить. Понеже научайки се на това. Мы научимся любить. Ние ще се научим да обичаме. А научившись любить. А научавайки се да обичаме. Этот мир станет чуточку добрее. Този свят ще стане малко по-добре. И мы будем заражать других людей. И ние ще заразяваме други хора. Нас как-то спросили, зачем мы собираем домашки. Веднаж са они попитали, за какво собираме младешките собирания. Я вот спрашиваю, вам нравится здесь? Они говорят да. Вы чувствуете здесь любовь? Они говорят да. Поддержку, заботу. Да. Кто-то говорит, что только здесь он ее и чувствовал. Я говорю, вот мы сидим здесь 15-20 человек. И мы тут не стоим 15-20 души. И вот представьте, что вот эти 15-20 человек. И представьте себе тези 15-20 души. Которые исцелят свои сердечные раны душевные. Которые ще исцелят свои эти души в нерании. Наполнят свой сосуд любовью. А ще наполнят свой сосуд с любовь-то. И откроют еще 15-20 таких ячеек. И ще утворят уже 15-20 таких группи. И соберут также 15-20 человек. И ще соберут уже по 15-20 души. Это большое количество людей. Это уже больше 300 людей. А эти 300 откроют еще 300 таких ячеек. Да даже 150 пускай. И как любовь будет распространяться в этом мире. И дружелюбна атмосфера, атмосфера любви. И дружелюбна атмосфера, атмосфера на любовта. Будет распространяться. Ще се распространява. И лжи пророку будет намного сложнее натравить человека на точку зрения разную. И лжи пророк на него ще му е много по-трудно да измами човека за друга гледна точка. На разные языки, разные культуры. На различные языки, на различные культуры. Потому что все, что сейчас делается в мире. Все направлено на то, чтобы как можно отдалить людей друг от друга. Чтобы вот эта любовь она не распространялась. Чтобы она держалась малой группой. И только, знаете, как изоляция. И като изоляция да болеет. Че когда человек болеет, его изолируют. Че когато человек боледува, го изолируют. Чтоб он не заразил других. Че да не зарази другите. Так же уже пророк. Също така и лжи пророк. Как слуга Антихриста. Като слуга на Антихрист. Делает все. Прави всичко. Чтобы людей наполнены Божией любовью изолировать. Че хората, които се пълни с Божия любовь да се изолируют. Че той да не зарази другите. И его царствование. И неговото царство. Было куда мощнее и сильнее. Да бъде по-силно и по-мощно. Чтоб людей все больше шло к Нему, а не к Богу. Задумайте се об это. И проанализируйте свое поведение, своя жизнь. И анализирайте своето поведение и своя живот. Никогда не позна начать с нового листа. Никога не е късно да започнеш всичко на ново. Вы можете обманывать других людей. Но Бога вы никогда не обманите. На Бог никога няма да го измамите. И знаете вот, дьявол знает каждого из нас по имени. И дьявола знае всички нас по име. Но обращается к нам только по нашим грехам. Но се обръща към нас само по нашите грехове. И тичат нам самые больные места в наш грех. И Той не показывав най болните места за нас. А Иисус знает каждого из нас по имени. И знает каждого наш грех. Но обращается к нам только по имени. Но се обръща към нас само по имени. И дает нам эту любовь. И не дава тази любов. Чини и Неговата любов да распространяваме. Поэтому проанализируйте свою жизнь, свое поведение. Затова анализирайте своя живот и своето поведение. Не бойтесь себе признаться, что вы в чем-то заблуждались. Не се страхувайте да си признаете, че сте били грешни в нещо. Или где-то ошибались. Или някъде сте правили грешки. Как я уже говорил, никогда не позна начать все с чистого листа. Никогда не позна измениться. Никогда не е късно да се промениш. Самое главное – это не обманывать самого себя. Най-главноето е да не се лъжиш. Че да не се задълбочаваш все повече и повече в тази дубка на заблуда. Нас тут собралось огромное количество классных мужчин и женщин. Все суперталантливи и суперинтересни. Всички са суперталантливи и суперинтересни. Давайте научимся дружить. Да се научим да приятелствоваме. И любить. И да обичаме. Давайте вместе помолимся. Ай, дорогой Господь. Драги Господи. Я благодарен Тебе за это время, за этот день. Я благодарен Тебе за Твою любовь, которую Ты изливаешь на каждого из нас. А сам Тебе благодарен за тази любовь, която не даваш на всякий день от нас. Дай нам, Господь, мудрости. Дай-ни, Господи, мудрость. Становиться с каждым днем все лучше. Дай нам, Господь, действительно научиться правильно дружить и правильно любить. Дай-ни, Господи, наистина правильно да приятелствоваме и да убичаме. Дай нам, Господи, быть теми людьми, Дай-ни, Господи, да бъдем тези хора, Которые будут разносить Твою любовь. Която ще носят Твоя любовь. По всему миру. Из целия свят. Мы разрушаем всячески вот эту изоляцию, которую хочет навязать на нас дьявол. И не разрушаваме напълно тази изолация, която иска да ни върчит дьявола. Че Твою любовь не изолировать. Че Твоя любовь не може да се изолировать. Твоих людей не изолировать. Дай, Господь, нам мудрости видеть и понимать. Дай-ни, Господи, мудрост да виждаме и да разбираме Тех людей, които нуждаются в любви. Тези хора, които се нуждают в любов. Пускай наш дух будит бодр. Дай нам, Господь, всегда подпитывать его. Дай нам мудрости Не попасть на уловку уже пророка Благослови каждого из нас И мы молились с любовью и благодарностью Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь